Третья победа подряд подняла баскетбольный клуб «Спартак Приморья» на седьмое место в турнирной таблице Российской Суперлиги. В очередном матче домашней серии красно-белые принимали аутсайдера нынешнего чемпионата – ижевский клуб «Купол Родники». Несмотря на свой статус отстающих, гости взяли с места в карьер. «Спартаковцы» допускали много брака, а ижевцы успешно наказывали хозяев за ошибки. Весь первый период приморцы были в роли догоняющих. Чем это вызвано? Может, какая-то ментальная расслабленность, что вроде как все идет хорошо. Может, какой-то опустошенностью некоторая была в команде, что после такой победы над Пармой было немножко отсутствие такого, скажем так, адреналина. Красно-белые получили всплеск адреналина в первой четверти. В последующих заиграли активнее. Гости с короткой скамейкой и с дефицитом больших игроков начали отставать. В прошлом игрок Купола, ныне выступающий за «Спартак» центровой Владимир Белов, внес большой вклад в разгром своей бывшей команды. «Потеряем мы, конечно, Белову, Белову, Володю, которого не хотели отдавать, но в жизни предложили более выгодные условия, поэтому пошли на встречу игроку, отдали Владивосток в лампу». Сам центровой не считает, что гости были значительно слабее. Это «Спартак» долго запрягал и потом догонял. «Мы там свои мячи не забили легкие, и поэтому у нас отрыв там был допустимый, как бы они в игре были еще. А потом мы немножко сконцентрировались в защите, начали пожестче играть и, в принципе, без проблем нарастили преимущество комфортное». Белов стал самым результативным у «Спартаковцев» в этом матче. Вся стартовая пятерка сыграла на одном уровне. Не отставали и игроки скамейки. Закономерный итог командной работы – 94-70. Сейчас «Спартак» ждет в гости еще одного прямого конкурента в битве за плей-офф – баскетбольный клуб «Рязань». Павел Зайцев, Александр Малыгин. «Панорама».